Это первый диспетчерский центр такой направленности в регионе. Его открыли в рамках программы «Доступная среда». Здесь оказывается помощь большому количеству людей с нарушениями слуха, независимо от места их нахождения. Обратившиеся в новую службу общаются со специалистами при помощи языка жестов в режиме видеосвязи, а также электронных писем, смс и фоксимильных сообщений. В настоящее время не у каждого есть возможность пользоваться услугами сурдопереводчика. Инвалиды по слуху проживают не только в городе Рязани, но и повсеместно по Рязанской области. А посредством видеосвязи, посредством телефонной связи, мобильной связи мы имеем возможность сейчас предоставлять услуги информационного характера всем обращающимся к нам гражданам. Конечно, эта работа направлена на повышение качества жизни инвалидов по слуху и единственная цель – функционирование центра. Обращаются сюда люди по самым разным вопросам, начиная от помощи в оформлении документов и заканчивая вызовом врача и коммунальных служб. Так у мужчины, позвонившего в момент проведения съемок, прорвало трубу. Девушка, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, можно нам мастера вызвать? У нас труба, пойти к вам, выход у человека. Адрес улицы Культуры, дом 8. Программа «Доступная среда» приносит свои благие плоды. Люди с ограниченными возможностями действительно стали жить лучше. А ранее недоступные аспекты жизни им становится все проще реализовывать. Пандусы, низкопольные автобусы – современные технологии, позволяющие действительно смотреть кино. Слепые им опомогают и наполнить жизнь новыми красками. Официально в Рязанском обществе глухих состоят 1136 человек. Появившаяся диспетчерская служба позволяет им быстро и не выходя из дома решать многие проблемы. Я считаю, что это очень нужная вещь и очень важно. Потому что это облегчает, решает проблемы инвалидов-послухов. Диспетчерская служба может обслуживать в отдаленных, решать различные проблемы. И не обязательно можно приходить к нам в офис для того, чтобы решить. Можно все это сделать по скайпу, по удаленной связи. Услуги на базе центра оказывают сотрудники Всероссийского общества глухих. Основная масса подопечных уже знает специалистов и общение проходит легко. Сами сотрудники центра не только качественно выполняют свою работу, но и всегда готовы помочь, выслушать и поддержать. Каждого человека пропускаешь через себя. Каждого. Несмотря на то, что появился диспетчерский центр в Рязани совсем недавно, специалисты уже помогли немалому количеству людей. В ближайшем будущем диспетчерскую службу планируют сделать круглосуточной. Мы рады сообщить вам, что открылась диспетчерская служба.